Мохтазим рад, что снова вышел на работу. Индия, как и многие другие страны, пошагово ослабляет режим строгой изоляции. Весна и лето в Нью-Дели обычно пиковый сезон для сотрудников мастерских по ремонту кондиционеров. Правда, всё, что было обычным и привычным, теперь выглядит по-другому. 40 дней Индия провела в режиме полной самоизоляции. Оставался дома и Азим. Теперь страна поэтапно возвращается к рабочему ритму. Самозанятым, как он, разрешены выезды на дом, но лишь при условии соблюдения всех мер по нераспространению ковида. Обычно летнего заработка Азиму хватало на весь год. Но из-за пандемии он опасается, что на этот раз достаточно заработать не получится. Клиенты не хотят, чтобы мы приходили. Они тоже напуганы. Все беспокоятся о своей безопасности. Ну а если и вызывают, то держатся на расстоянии или вообще уходят в другую комнату. И хотя улицы снова заполняются людьми, страх заразиться очевиден. Нью-Дели в Индии – очаговый город, как и Москва в России. Здесь наибольшее в стране число случаев заражения. Ранее МВД поделило страну на красные, оранжевые и зелёные зоны. Нью-Дели – в красной. Но и здесь открываются одна за другой небольшие лавочки, прихорашивая свои полки и витрины после месячного простоя. У владельца Девендера Сингха, помимо неясности с разрешением на открытие, есть и другая проблема. Общественный транспорт так и не работает. В красной зоне власти продлили запрет пока до 17 мая. Поэтому единственные сотрудники, которые если и выйдут на работу, то это те, кто живёт рядом и сможет добраться на велосипеде. «Те, кто может, конечно, выходят. Я сам делаю всё, что могу. Мы всё равно не станем обзванивать тех сотрудников, число их и так будет ограниченным. Мы же должны выдерживать предписанную дистанцию». О бойкой торговли не может быть и речи, но всё же город постепенно оживает. Мохт особыми надеждами себя не тешит. Он морально уже готов к тому, что если произойдёт новый всплеск заражений, строгий режим изоляции вернут. Пока же он старается использовать любую возможность, чтобы успеть хоть что-то заработать.